Премию «Герои нашего времени» учредили активисты Московского областного отделения Молодой гвардии «Единой России» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, Общественного движения «Волонтеры Подмосковья». На участие в премии была подана 1091 заявка. В основном это студенты вузов в Подмосковье. Жюри выбрало 100 финалистов, их пригласили в котельники на церемонию награждения. Среди 33 волонтеров, которые были удостоены премии, есть и активистка из Щелкова. Учитель гимназии номер 2 Вероника Степанова – председатель экологического отряда «Гриффиндорцы» проекта «Юные защитники природы» Центра «Романтик». Экологи собирают и сдают на переработку вторсырье. И вырученные деньги мы отправляем детям, в уютные животные, в благотворительные фонды. Поэтому моя цель главная – это воспитать уже смену себе, смену нам. Такими целями, как в данном случае, если обладают у нас, воспитать детей, способных на помощь, способных помогать дальше и продолжать наши цели. Премию «Герои нашего времени» предполагается сделать ежегодной. К номинациям «Живая история», «Культурные люди», «Добро в действии», «С любовью к планете», «В сети» и другой университет будут добавлены новые – социальное предпринимательство и волонтерство трудоспособного населения. Когда есть определенные сложности или трудности, или вызовы, тоже волонтеры приходят на помощь. Поэтому здесь и пандемия, и волонтерство на освобожденных территориях – это все волонтеры. Поэтому они, я считаю, герои нашего времени, надо этого стесняться, надо говорить. И я уверен, тогда, когда мы будем об этом говорить, мы будем поднимать, в том числе, и статус волонтеров. На церемонии, которую провели для волонтеров активисты «Молодой гвардии Единой России», работали различные мастер-классы. Энтузиасты-добровольцы продемонстрировали, что они умеют делать и чем готовы помогать. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.